В уходящем году сотрудниками прокуратуры было выявлено более полутора тысяч нарушений коррупционного законодательства. Нередки случаи отмечает ведомство, когда буквально пойманного за руку главу района или поселения в Забайкалье до последнего стаивают на местах. В ряде случаев прокуроры требовали увольнения чиновников в связи с утратой доверия. Однако, когда дело касалось выборных лиц, местные власти к нам прислушивались не всегда. Приходилось принимать такие решения через суд и зачастую через краевой. В текущем году по мерам прокурорского реагирования в связи с утратой доверия уволено в полтора раза больше лиц, 33, в том числе 6 глав муниципальных образований. С пометкой раскрыто 85 преступлений, связанных с азиатричеством, что в полтора раза больше, чем в 2022 году. Самые громкие и крупные уголовные дела в регионе связаны со службой единого заказчика. Достаточно быстро чиновникам удалось выстроить систему откатов в рамках строительства столь нужным жителям края социальных объектов. В их числе краевая детская клиническая больница, квартирные жилые дома для переселенцев и детей-сирот, школа, детский сад, дом культуры, краевой театр кукол. Дело было очень сложным. Двое фигурантов уже осуждено. Дела в отношении еще четырех лиц рассматриваются в настоящее время в суде. По мнению Семена Писаренко, самый действенный метод в этой непростой борьбе – это усиленный государственный контроль за каждым проектом, на который были потрачены бюджетные средства. Коррупционная схема, конечно, там, где есть деньги. Всегда. Но там значимые преступления, которые громкие, которые на слуху. Там, где есть деньги, где закупки, конечно, там, прежде всего, необходимо внимательно за их расходами следить. Но это на самом деле дело. Ведь, обратите внимание, служба единого заказчика. Ведь достаточно сложно было изобличить преступную деятельность. Да и те дела, о которых вы говорили раньше, тот же Котов, принимались конспиративные меры. Даниил Ботвинский, Антон Осов, РТК «Забайкалье».